Фестиваль силовых видов спорта впервые прошел в Нарьинмаре. Он собрал около 200 спортсменов и болельщиков на площади Марацей. В программу вошли спортивные состязания, показательные выступления, конкурсы и церемонии награждения победителей и призеров. Подробности в следующем материале. Можете делать плавно, да, сделать? А можно сделать как бы с раскачкой. Вот такие вот, вот такие вот подтягивания. Я не считаю... Выпады в прыжке, челночный бег, перебрасывание покрышки, отжимания на брусьях и подтягивания – это далеко не вся программа упражнений на площадке под названием «Кроссфит». Кроссфит – это круговая тренировка, которая заключается в выполнении определенного комплекса упражнений за минимальное время. Она возникла в США как система тренировки пожарных, но быстро приобрела всемирную популярность и за пределами профессии. Никита Баканов первым преодолел всю программу фестиваля. Спортсмен признается. Главное – это выносливость и регулярные тренировки. Ведь сложность упражнений в их высокой интенсивности. Было очень тяжело, но все, в принципе, реально. И возможно это все сделать быстро, без остановок. В столице Ненецкого округа кроссфит и воркаут пользуются популярностью уже около трех лет. Такие тренировки не требуют от спортсмена специального инвентаря и помещения. Турники и желания – это все, что нужно для упражнений. Мы хотим рассказать, какие течения существуют сейчас в спорте на данный момент. То, что это интересно, то, что этим можно заниматься совершенно незатратно у себя во дворе. То есть не надо отдельно каких-то затрат и дополнительных каких-то устройств. То есть это можно делать абсолютно просто у себя во дворе. Для Дмитрия Лёвина армрестлинг – семейный вид спорта. На тренировки вместе с женой он ходит три раза в неделю, готовится к всероссийским соревнованиям. По словам организатора, подготовка к фестивалю заняла всего месяц. Идея возникла спонтанно. Раньше мы проводили соревнования по отдельности. Я занимался армрестлингом, ребята занимались кроссфитом. В этом году совпало так, что мы в одно время планировали их провести. Друг друга знаем, так как все за здоровый образ жизни. И просто как-то договорились провести совместно. Ну и так вот на этом решили сделать это как фестиваль. Придумали название «Сила Заполярия». Хотя практика показывает, что побеждает обычно тот, кто занимается регулярно, бывают и исключения. Особенность программы фестиваля в том, что проверить свои силы может практически каждый. Среди заявившихся как мужчины, так и женщины самому юному участнику 17 лет, а самому старшему 70. У каждого участника, конечно, своя группа поддержки. У меня дочь будет во мрестлинге и зять. И мы тут с семьей, вот зять, внуки, еще старшая дочка, младшая дочка и сын тоже здесь. Мы все здесь, все болеть будем. Молодцы, да, и организаторы вообще. Мне кажется, нужно побольше таких вот зрелищных, именно спортивных мероприятий. Зрителям и болельщикам на фестивале было на что посмотреть. Опытные спортсмены провели показательные выступления. Победители и призеры первого фестиваля силовых видов спорта получили соответствующие тематики призы – спортивное питание. Надежда Литкова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Продолжение следует...